Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о прибавке к пенсии сегодняшнего дня, в строительстве детских садов в Новосибирске и крупном шахматном турнире в регионе. 211,5 тысяч работающих пенсионеров в августе получат надбавку к пенсии. Перерасчет страховой части носит беззаявительный характер, то есть работающим пенсионерам не нужно приходить в территориальное управление ПФР и оформлять что-то дополнительно. Напомню, что в отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер. То есть ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году. В Новосибирске в ближайшее время начнется строительство еще двух детских садов. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации. Дошкольные учреждения появятся в Кировском и Ленинском районах, на улицах Петухова и Спортивная. Подрядчики уже определены. В скором времени будут заключены муниципальные контракты на проведение работ. Новые детские сады рассчитаны на 220 мест. Новосибирский музыкальный театр стал обладателем самого большого гранта Министерства культуры России. На спектакле проекта «Италия с любовью» театр получит почти 14 миллионов рублей. Средства гранта рассчитаны как на постановку, выпущенную в прошлом сезоне, это мюзикл «Римские каникулы», так и на классическую оперету Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» – премьеру предстоящего сезона. Администрация Новосибирского зоопарка любыми средствами пытается оградить животных от сердобольных посетителей. Последние, несмотря на запреты, настойчиво пытаются гладить или кормить звери. О том, к чему приводят такие эмоциональные порывы, в сюжете Александра Попова. Северный олень по кличке Басков. Как главе небольшого стадного семейства Баскову достаются лучшие куски со столов кафе поблизости. Радости, однако, эта доминантность ему не приносит. Одни расстройства, в основном кишечные. Естественная пища парнокопытных – ягель и тальник. Все остальное – вредные излишества. Ну, когда они такие миленькие, хочется, допустим, обезьяночки, хочется засунуть руку, погладить. Кто-то не выдерживает такой милоты и кормит животное морковкой. Или на свой страх и риск пытается засунуть леопарду пластиковую бутылку. Некоторые животные все равно там из ряда хищных, поэтому лучше, я думаю, не стоит. Пусть они живут своей жизнью. То ли обезьянку пытались покормить морковочкой, то ли кого, ну, вот это я еще наблюдала сегодня. Медведя кормили, ну, там рыбку давали, то есть и бананы кидали. Все это крайне вредно для животных и нередко приводит к летальному исходу. Так, например, первое время после открытия зоопарка была целая череда отравлений от еды, которую пытались просунуть вместе с целлофаном. И они съедали эти пакеты, и очень часто у них это вставало в желудочно-кишечном тракте, и мы их спасти не могли. Также был случай отравления гималайских уларов обычными кириешками. Тоже человек высыпал через решетку, насыпал вот эти вот сухарики. Они оказались сильно солеными, что привело к отравлению птиц. Зачастую у животных вырабатывается привычка попрошайничать. Исследования показали, что они это делают не от голода, а из желания контролировать посетителей. Вспоминается анекдот про собаку Павлова, который объясняет другой собаке. Я настолько выдрессировал своего хозяина, что когда жму на кнопку, он приносит мне еду. Никакие решетки не останавливали шимпанзе и орангутана, которые лакомились абсолютно всем. Теперь у них стеклянные стены. Но сейчас они умудряются спускать веревочки и ниточки сверху, чтобы к ним посетители привязывали гостинцы. С обезьянами администрация обещала все-таки справиться. А вот с гостями вечный бой. Где, возможно, садят зоотехников. В выходные волонтеры разъясняют и призывают прохожих не кормить четвероногих питомцев зоопарка. А главное, знаете, каждый из них получает ровно столько, сколько ему необходимо. Ни одно из них не испытывает чувство голода, у каждого свой рацион. И своими добрыми побуждениями накормить бедную зверюшку вы можете только навредить. Александр Попов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Юные гроссмейстеры готовы. Сегодня в Новосибирске стартует традиционный шахматный фестиваль «Отважная пешка». В столицу региона съехались представители 150 шахматных школ Сибири, Урала и Дальнего Востока. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, в том числе и для первоклассников. А вот опытных шахматистов ждет рейтинговый турнир без возрастных ограничений. Впервые «Отважную пешку» провели в Новосибирске в 1991 году. Его дебютанты спустя годы заявили о себе уже на всероссийских и международных соревнованиях, стали мастерами ФИД и даже чемпионами мира. Все годы турнир проводили по швейцарской системе, когда шахматисты играют друг с другом партии по кругу. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете о ремонте дорог в регионе, возможности отказаться от кредита и необычном флешмобе в Новосибирске. Сегодня в общественной приемной губернатора работает прямая линия по вопросам эксплуатации и сохранности автодорог Новосибирской области. На все вопросы готовы ответить специалисты Минтранса, дорожных управлений, профильного департамента Новосибирской мэрии. Сейчас самый разгар работ на разных участках. На улицах и автотрассах кладут новый асфальт, оцепают грунтовые проселки. Напомню, именно на ремонт и реконструкцию дорог в районах области нынешним летом по инициативе главы региона Андрея Травникова дополнительно выделили полтора миллиарда рублей. И некоторые участки уже ввели в эксплуатацию. Если у вас есть вопросы или предложения относительно дальнейшего развития сети автодорог, звоните по телефону, который вы видите на экранах с 2 до 4 часов дня. И в продолжении темы. В Доволинском районе рабочие закончили ремонт на участке в 4,5 километра у села Ильинка. Несколько лет грунтовка оставалась непроезжей после сильных дождей. Между тем, это единственный путь для селян до трассы Сдвинск-Довольные кочки. Кроме того, по данной дороге поставляют продукцию сельхозпредприятие Ильинское. Для укрепления полотна рабочие отсыпали 9 тысяч тонн щебня и песка. Дорогу полностью восстановили. Сейчас она находится в нормативном состоянии. Осталось выполнить планировку откосов и грунтовых обочин. В Госдуме рассмотрят законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав потребителей. Отказаться от покупки в кредит можно будет в течение двух недель. Речь о заключении договора на месте продажи товара или услуги. Например, покупки телевизора или сертификата на походы в парикмахерскую. Как заверяют в Роспотребнадзоре, такие договоры сознательно составляются с использованием отвлекающих факторов. И так, что расторжение возможно только через суд. При этом покупатель обязан выплачивать навязанный кредит за ненужную ему услугу вплоть до судебного постановления. Учитывая эти факторы, в Госдуме хотят предоставить потребителю право отказаться от такого займа без выплаты процентов или штрафов в течение 14 календарных дней. Новосибирцы хотят жить на 10 лет дольше. К такому выводу пришли сотрудники Финансового университета при правительстве России, которые отпрашивали жителей 38 городов нашей страны. Исследовали ожидания россиян относительно достаточные, на их взгляд, продолжительности жизни. В среднем новосибирцы хотят прожить до 81 года. Сейчас по статистике живут 71,5. Самые завышенные требования во Владивостоке. Местные не хотят умирать раньше 87. А средний показатель по стране 83,5 года. Самый долгий век себе отмеряют мужчины с высоким доходом и хорошим образованием. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники инкассации. В этот день почти 80 лет назад была создана специальная служба при Госбанке Советского Союза. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств возникла еще в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве были князь и бояре. Они обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. В XVI веке торговые отряды купцов сопровождала внушительная охрана, которую возглавлял представитель богатейшей купеческой прослойки. Однако в России до XX века специальных служб перевозки ценностей не существовало. Охрану государственных средств выполняли воинские команды и государственная почта. А охрана частных денежных средств была личным делом торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции, когда из общей функции сбора и перевозки денег выделилась ее разновидность – инкассация. А вместе с ней возникла и профессия инкассатора. А сегодня в Новгороде пройдет юбилейный 10-й международный флешмоб женственности. Каждый год представительницы прекрасного пола выходят в центр города в красивых длинных платьях с букетами цветов, которые они дарят прохожим. Это всемирный флешмоб. В нем участвуют 274 города – 26 стран. Кроме акций с букетами, в этот день проводят разнообразные мастер-классы по массажу, макияжу, йоге, восточному танцу, психологии и воспитанию. В Новосибирске тематические зоны будут организованы в Первомайском сквере. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро! Сегодня в областном правительстве пройдут семинары фонда президентских грантов для некоммерческих организаций региона. Специалисты объяснят, что нужно сделать для того, чтобы получить деньги на реализацию собственных проектов. Какие документы нужно собрать и как правильно написать бизнес-план? Эксперты фонда расскажут об условиях конкурсов, системе экспертизы проектов и самых распространенных ошибках в заявках участников. Молочные продукции хотят выделить отдельную полку в магазинах. Такую идею сейчас рассматривают в Минсельхозе. В Министерстве уверены, что продукты должны быть отделены в магазинах от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительные. Как пояснили в ведомстве, изменения помогут покупателю легко и быстро ориентироваться в торговых сетях. Граждане смогут сделать свой выбор, не тратя дополнительного времени на чтение надписей на упаковках. Возле Бердского роддома появится сквер для молодых отцов и прогулок с новорожденными. Рабочие уже начали подготовку территории. Среди деревьев установят специальный флагшток, на котором мужья будут крепить поздравительные плакаты для своих жен. Сейчас они вынуждены залезать на деревья, рискуя оказаться по соседству в городской больнице. До 3 августа участок между роддомом и храмом расчистят от зарослей, а потом посадят новые деревья. Правда, в самой больнице опасаются, что в этом же сквере будут отмечать события не только новоявленные отцы, но и шумные компании с горячителями напитками. Но это уже дело полиции следить за порядком на территории. Новые сорта пшеницы и ржи вывели новосибирские селекционеры. Культуры устойчивы к болезням и не боятся переменчивого сибирского климата. Сейчас культурой проходят испытания, созревают под присмотром специалистов, рассказывает Елена Мершниченко. Эти поля – селекционные питомники. Здесь ученые и получают новые сорта культур. Процесс этот небыстрый. Терпение исследователям не занимать. Чтобы получить новый сорт пшеницы, селекционеры работают от 8 до 12 лет. Два разных сорта скрещивают и сеют на специальных полях в питомниках. Здесь на протяжении этих лет новый сорт испытывают и проверяют, соответствует ли он тем характеристикам, которые задавали ему при выведении. Проверяют визуально, проводят тесты в лабораториях. И даже хлеб сами пекут, чтобы посмотреть, годится ли эта пшеница для выпечки. Новые сорта сеют вместе со старыми, чтобы удобно было сравнивать и отбирать. К примеру, один из новичков – Новосибирская 61. Он к самым распространенным нашим болезням на сегодня полностью иммунен. То есть можно посмотреть, что на листьях практически никаких заболеваний не видно. Они чистые. Устойчивость, иммунитет вернее к мучнистой росе, к ржавчинным заболеваниям, ржавчина и к пыльной головне. Но даже получив такой сорт, селекционеры не расслабляются. Возбудители болезни быстро приспосабливаются. И культуры рано или поздно теряют устойчивость к вирусам. И тут снова понадобится новый сорт. А еще один новичок – Новосибирская 16. Какое у нее достоинство, понятно по виду. Конец июля, а она уже желтеет. Скороспелая. Как раз для капризного сибирского климата. Если 61-я пока растет только здесь, в питомнике, то эту уже опробовали аграрии. К слову, культуры, которые вывели сибирские селекционеры, нравятся не только местным сельхозпроизводителям. Наше зерно сеют в 20 субъектах страны, а еще в Казахстане и Монголии. Вот эта пшеничка, она одна из таких, я бы сказал, топовых наших селекционных достижений, которые входят, собственно, в рейтинг самых высеваемых в Российской Федерации сортов. Вот по мягкой аэровой пшенице, в частности, Новосибирская 31, которую мы сейчас смотрим, она занимает на сегодня третье место в Российской Федерации. Есть еще один новый сорт – Азима Ржи. Но это в другом питомнике. Ей, по словам ученых, можно кормить скот без всякой обработки. Сейчас молодые гибриды успешно проходят испытания. В широкое употребление пойдут только, когда пройдут специальную государственную комиссию и попадут в реестр. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирском департаменте энергетики и ЖКХ будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы о проведении конкурса «Зеленый двор». Ежегодные эксперты оценивают состояние придомовых территорий. Участие в этом смотре принимают и управляющие компании, и ТСЖ. Победители получают деньги, которые можно использовать для дальнейшего благоустройства дворов. Если у вас есть вопросы или предложения, звоните сегодня с 2 до 3 часов дня по телефону 22 88 646. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание TV. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, кого освободят от уплаты взносов за капремонт, как могут измениться правила провоза багажа в самолете и какой хоккейный турнир начнется сегодня в Новосибирске. Совет Федерации одобрил законопроект, который поможет дачникам, садоводам и жителям малоэтажных поселков. Новый закон упрощает оформление линейных объектов, к которым относятся линии электропередачи, связи, трубопроводы и другие подобные сооружения. Тянуть провода над садовыми участками или устанавливать на них вышки можно будет только согласие владельцев земли. Закон устанавливает единый порядок оформления земель для размещения таких объектов. То есть участок по-прежнему останется в кадастре собственностью дачника, а не владельцев сети. Однако он должен беспрепятственно пропустить их представители для ремонта или замены оборудования. Инспекторы Россельхознадзора изъяли в одной из больниц региона крупу с повышенным содержанием железа. Металломагнитных примесей во взятом образце было в три раза больше нормы. Вся продукция должна была попасть на стол к пациентам, но теперь эту партию крупы придется сжечь. Главврач заплатит штраф. Кроме того, инспекторы вынесли предупреждения лечебному заведению как юридическому лицу. Несколько категорий льготников смогут не платить взносы за капремонт. В частности, это семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры или инвалиды первой или второй группы. Также частично или полностью освобождается от уплаты собственники жилья в возрасте от 70 лет, но при условии, что они не заняты в трудовой деятельности. Закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января следующего года. На его реализацию из бюджета выделят 300 миллионов рублей. Больше 120 тысяч рублей должен заплатить собственник земельного участка в Болотнинском районе за уничтожение плодородного слоя почвы. В ходе проверок инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области обнаружили, что собственник незаконно складировал трубы на сельскохозяйственных угодьях. Так он уничтожил больше 150 квадратных метров плодородной почвы. Нарушитель не только понесет административную ответственность, но и возместит нанесенный ущерб, который инспекторы оценивают в 120 тысяч рублей. Авиапассажирам могут разрешить не взвешивать ручную кладь. Целый ряд вещей, которые сейчас входят в это понятие, могут исключить. Если только правительство поддержит изменения федеральной авиационной правила. Напомню, осенью прошлого года вступили в силу новые правила провоза ручной клади, по которым бесплатно можно проносить с собой на борт вещей общим весом не больше 5 килограммов. При этом предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке сумки, коляски и детское питание попали в учет этих 5 килограммов, что доставляло пассажирам немало неудобств. Сегодня в России отмечают памятную дату – День памяти воинов, погибших в Первой мировой. Именно 1 августа 1914 года Германия и Австро-Венгрия начали на Балканах войну такого масштаба, который до сих пор не знало человечество. В нее оказались втянуты 38 государств и две трети населения земного шара. В Российской империи создали 16 армий, которые воевали на пяти фронтах. По разным подсчетам страна потеряла около полутора миллионов человек. За один год пришлось полностью перестроить промышленность и сельское хозяйство. Когда первые успехи сменились поражениями, процветающее государство стало резко терять свою мощь. Так еще в 16-м году в 30 губерниях власти вели проторазверстку, которые через несколько лет это возьмут на вооружение большевики. Итог известен – революция, позорный Брестский мир и долгое восстановление экономики. Сегодня о погибших воинах вспоминают во многих странах Европы, а у братских могил проводят панихиды и митинги. Но именно Россия, по мнению большинства историков, понесла наибольшие потери в то время, хотя и воевала на стороне будущих стран-победителей. Первый хоккей в сезоне. Сегодня в Новосибирске стартует традиционный турнир памяти Александра Белосохова. На лед выйдут молодежные команды Сибири и Казахстана. Всего в турнире примут участие пять команд – сибирские снайперы, тюменский легион, снежные барсы из Астаны, а также кузнецкие медведи и омские ястребы. В первый день турнира болельщиков ждет самое ожидаемое дерби – встреча Новосибирска и Омска. В 18.00 снайперы сыграют с ястребами. Добавлю в ход на матчи турнира в ЛДС Сибирь бесплатный. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram OTS – нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.